Наталья Ефимова 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 Наталья Ефимов Наталья Ефимов Наталья Ефимов Наталья Ефимов Наталья Ефимов Наталья Ефимов был подвиг на всю науку, накатил. Но я не бухдозер, чтобы ее это. Я маленькая собачка, которая тяпкает с подворотни. Поэтому они не заметят. И будут дальше уничтожать муравьё, искать их слабое место, чтобы уничтожить. Грибов будут искать. Как сделать, чтобы они перестали. Кстати, грибы перестанут есть мертвичину. Как можно? Это караул. Как можно их отучить или переделать, искалечить геном, чтобы они перестали есть мертвичину? Ведь мертвичина нас убьет всех. Так вот, когда Юлия Матвеевна от меня взяла, я сказал, Юля, если вы пойдете по пути науке, то есть вы будете ученым, не верьте ничему. Все, что вас учили, заставляли зубрить, от зубов отскакивало то-то-то. Не верьте ничему, не верьте. Все по-новому, с нуля передо. С вашей-то головой умница. Не знаю. Ну, сидит она сейчас в своем питомнике, в своем саду. Работает, отчитывается. Посмотрим. Так вот, на юге посажены. Насчет укрывать, не укрывать. Я это называю полуукрытие. Кустовидная форма и полуукрытие. Вот он вкус. Знаете, почему я здесь? Во-первых, это волочная вишня. Во-вторых, она у нас захватывает территорию. Как? Ей пришел наш климат. А это далеко, это уже не микроклимат. Это озеро далеко от города. Ну, здесь люди отдыхали, наплевали. Косточек. Вот они. Вот. Их можно собирать, их можно варенье варить. Все можно. Чай можно. Все можно. Вот. Но верьте о другом. Неприхотливость дикая. Тут дальше слева еще кусты, кусты, кусты. Еще один такой ареал нашел. И вдоль дорог у нас они уже кругом растут. Вот. Почему? Потому что, представим себе, что вот, может быть, это одна косточка. Вот так превратилась кусты. Скорее всего, одна. Видите, к чему? Природа подсказывает. Вот она форма. Для вашего персика эта форма. Понимаете? Ведь волосная вишня, она хоть одно время уже чатинесибирской называли. У нее еще два названия. Китайская и сибирская. Вишня. И сибирская называли. Но постепенно ее люди вывели своими руками. Почему? Потому что для людей это дерево, ему надо штамп делать. Представьте, метровый штамп и вот тут. И мертво. Вот так вот. Вот я пример привел. Омские персики вытянулись. А вы их теперь вот так. Природа подсказала. Ну, просто не мог. Это я. Видите, плоды. Это посреди города Сайногорска практически. В центре растет абрикос. Вот. А чем тут не расти? От севера ветра он защищен. Город греет себя. Машина нас травит. Зато тепло. Автомобили. Вот. Дом греет. Ну, чего не расти? Ну, как было, нет. Видите? Дом от ветра закрывает. Чуть-чуть мозгов. Вот у Марина они есть. И все. Если вот этот дом, допустим, как? Бывает дача, которая не отапливается зимой. А бывает, там люди живут круглые. Поверьте, несколько градусов уже есть. И тогда уже я это называю, как? Вспоминайте. Я это называю тепловой подушкой. Вот тепловая подушка. Вот она. Тогда получается шансы покушать апперсики у вас такие же, как у вашей предшественницы. Еще раз ее. Наталья Ефимовна. Наталья Ефимовна, спасибо, вы мне праздник подарили. С этими фотографиями. Значит, я до чего-то живу на свете.